Прежде чем, в общем, приступить к рассказу, я объясню, при чем тут горький вообще-то. Во-первых, потому что в рифму. Горе, горький, мне понравилось. Но на самом деле не только поэтому. Поэтому я думала о том, откуда, собственно говоря, современная просвещенная российская публика вообще хоть что-то знает о причитаниях. И если начать в голове свое вращать хоть что-нибудь, там про долюшку русскую, долюшку женскую, страда деревенская, русская вопленица, стон и так далее. Если хоть что-то отзывается в голове, то отзываются некоторые цитаты, которыми мы обязаны Максиму Горькому, а именно его довольно раннему тексту, который он написал в середине 90-х годов XIX века по поводу ярмарки Нижегородской, которая происходила, такого грандиозного события, которое происходило в Нижнем Новгороде летом 1896 года. И вот так и выглядела эта ярмарка потрясающим образом на Стрелке, в том месте, которое сейчас пустует и все время там, по-моему, должен какой-то футбол происходить. Вот на этом месте стояли вот эти шатры и павильоны распрекрасные, в которых происходило много что. И Горький писал очерки о том, что там будет происходить в Нижегородский листок. В частности, он писал, «В частном собрании представители выставочной администрации признано желательным в виде увеличения интереса к выставке и привлечения на нее иногородних и иностранных гостей устроить ряд поселков этнографического характера, по примеру, Парижской выставки в 1889 году». Я эту цитату привлекла еще потому, что вы будете опознавать знакомые веяния, когда администрация или государство хочет познакомить народ с самим собой. Все народности России, предполагается, будут представлены в рамках их быта с, возможно, более строгим соблюдением всех деталей, обычаев, утварей и так далее. Намечено собранием устроить малорусскую хату со всеми к ней хозяйственными пристройками, свалами и всем домашним скарбом, кочевку бессарабских цыган, лопарскую вежу, великорусскую избу из Пскова или с Верхней Волги, местности, где еще уцелели точные стильные избы, финляндскую деревню, юрты кочевников Тургайской области, избы татар из Касимова, Казани и других мест, народцев Востока и сакли горцев Кавказа. Сеть таких поселков предположительно разбросать по всей территории выставки, около каждого разбить площадку, на которой будут демонстрироваться различные обряды, игры и пляски. Собственно говоря, это тот контекст, в котором Гойки видит Федасова, то есть впервые слышит причитания. И буквально на следующей странице этих же очерков он пишет. «Давно я не переживал ничего подобного. В чистеньком концертном зале, полном ароматов смолистого свежего дерева, было сначала очень скучно. Публики было мало, и публика была вся плохая. На эстраде высокий человек с черной бородой в скверном сюртуке стоит неуклюже, облокотясь о что-то, вроде кафедры, и тусклым языком, ломанными угловатыми фразами, скучно, длинно, бесцветно рассказывает о том, кто такая Ирина Андреевна Федасова. Это учитель Олоницкой гимназии Виноградов, человек, который знакомит Русь с ее неграмотной, но истинной поэтессой. Я интонацией выделяю те самые идиоматические выражения, которые попадают в дальнейшую литературу. Вот про плохенькую аудиторию мы не знаем, и что он имел в виду, а вот про неграмотную, но истинную поэтессу мы знаем. Теперь вопль вдовы по мужу, говорит Виноградов, публика молчит, откашлившись, Федасова откидывается вглубь кресла и, полузакрыв глаза, высоко подымает голову. «Любимый ты мой муженька!» Сила страшной рвущей сердце тоски в этом вопле. Нота за нотой выливается из груди поэтессы. В зале тихо. Смерть, кладбище, тоска. Это, ну да, все-таки это речь горького, да? Я не могу этого слышать, не могу, шепчет сзади меня дама в желтой шляпе, и когда я оборачиваюсь взглянуть на нее, прячет в раздушенный платок взволнованное бледное лицо. Потом вопила девушка, выдаваемая замуж. Федасова вдохновляется, увлекается своей песнью, вся поглощена ею, вздрагивает, подчеркивает слова жестами, мимикой. Публика молчит, все более поддаваясь оригинальности этих задушеберущих воплей, охваченная заунывными, полными горьких слез мелодиями. А вопли, вопли русской женщины, плачущей о своей тяжелой доле, все рвутся из уст поэтессы, рвутся и возбуждают в душе такую острую тоску, такую боль, так близка сердцу каждой ноты этих мотивов, истинно русских небогатых рисункам, не отличающихся разнообразием вариаций, да, но полных чувства, искренности, силы и всего того, чего нет ныне, чего не встречишь в поэзии ремесленников, искусства и теоретиков его. Федосова вся пропитана русским стоном, около 70 лет она жила им, выпивала в своих импровизациях чужое горе и выпивая горе своей жизни в старых русских песнях. Какой бы учебник русской литературы вы не взяли, вы найдете цитату такого рода, где вот это вот говорится, про русский стон, тяжелую женскую долю и, соответственно, такого рода поэтической импровизации. Для того, чтобы, разумеется, записей Федосовой не существует, но для того, чтобы хотя бы приблизительно понять, как это могло звучать интонационно, я хочу вам показать фрагмент из записей пудрских причитаний, то есть это соседняя территория, которые были сделаны в 1985 году от Анастасии Дмитриевны Исаковой, 1907 года рождения. Почему я именно эту запись беру? Потому что, я об этом дальше буду говорить, потому что интонации, они как бы связаны с территориями, и обычные интонации в рамках одной территории очень похожи. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Женщины 1907 года записывают в 1985, но она вспоминает причитания, которые исполняла, когда провожала сына. Эти причитания звучали активно во время Второй мировой войны, их много записывали. И в частности причитания причитали матери, чьи мужья уже погибли. То есть матери-вдовы причитают сыновьям, которые уходят на войну. Но я хотела, чтобы вы услышали интонацию, вы слышите, что она такая нефорсированная, эпическая интонация, она говорит, но сложная. Скорее всего, что-то в этом роде исполняла Федосова, потому что совершенно понятно, что она не включала ритуальный голос, напряженный голос на разрыв, который звучит во время реального похоронного ритуала. Несколько слов о Федосовой. К тому времени, ей уже за 80, к времени Нижегородской ярмарки, когда она была привезена импрессарию для того, чтобы принимать участие в этом большом этнографическом шоу. Но до этого она была известна, потому что в 60-х годах XIX века в Петрозаводск попадает Павел Николаевич Рыбников, благодаря которому мы знаем о живой эпической традиции русской. И там он встречается, в том числе он записывает пылины, в том числе он знакомится и с Федосовой, которая в то время живет в самом Петрозаводске. А сам Петрозаводск на то время население, по-моему, то ли 4, то ли 6 тысяч, то есть это крошечный городочек. И он знакомится с Федосовой, и несколько причитаний Федосовой попадают в трехтомник с былинами. Из этого издания и узнает, например, Некрасов и прочие просвещенные публики вообще о том, что такая поэтическая форма существует. Но Рыбников не пишет от нее много. Он знакомит с ней местного учителя Юпи Федора Васильевича Барсова, который записывает от нее большое количество причитаний. И издание выходит второе, а первое выходит в 1872 году, а второе том выходит на 10 лет позже. Там Барсов в частности пишет. Вопленица по преимуществу является истолковательницей семейного горя. Она входит в положение осиротевших, она думает их думами и переживает их сердечные движения. Чем богаче ее запас готовых оборотов и древних эпических образов, чем лучше обрисовывает она думы и чувства в животрепещущих явлениях природы, тем умильнее и складнее ее причитания, тем больше пользуется она влиянием и уважением среди народа. Отдать последний долг умершему собираются иногда целые селения, а потому мы не вполне определим значение вопленицы, если будем представлять ее истолковательницей чужого горя. Блияние ее шире. Она объявляет во всеуслышание нужды осиротевших и указывает окружающим на нравственный долг поддержки. Она оповедает нравственные правила жизни, открыто высказывает думы и чувства, симпатии и антипатии, вызываемые таким или другим положением семейной и общественной жизни. Это то, что он пишет в первом томе, то есть эта заметка выходит в 1972 году, и в общем более-менее она ухватывает реальное положение дела. Но что важно сказать, и даже не столько в отношении Барсова, сколько в отношении Горького, так это про русский стон, и русскую боль, и русские национальные, и вот это вот все. Дело в том, что на ту пору, скорее всего, Горький этого не знает, причитания известны на всей территории России, удмуртские, марийские, башкирские, карельские, финские, и далее в Европу, албанские, корсиканские и так далее. То есть это традиция, которая известна всем народам, во всяком случае Евразии, и как мы знаем из последних исследований, и вне Евразии, например, на Филиппинах и так далее. То есть история про то, что это сугубо национальная русская, это неправильная история, это не так. Но она оказалась впечатана в этот посыл, и в том числе впечатана в либеральный посыл о несчастной крестьянской женской доле. Вот в этом пакете это высказывание оказалось. И далее оно было усугублено хрестоматийным произведением Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Скажите, пожалуйста, кто-нибудь помнит это произведение? А скажите, а кто не помнит это произведение? А кто в школе проходил это произведение? Отлично. Никто не помнит это произведение, все проходили. Но там есть одна глава ужасно-ужасно кошмарная. Она называлась «Демушка». Про то, как пластовали тело мальчика на мелкие части, и обвиняли мать в том, что она согрешилась со своим свекром и сама убила ребенка. Ужасающая совершенно история из Некрасова, которую Некрасов на самом деле допридумывал и позаимствовал из одного из причитаний Федосовой, где история совершенно не в этом. История была в том, что… То есть это причитание, которое как раз записал Барсов, и это причитание «Плач о попе-отце духовном», где, собственно говоря, она воспроизводит плач соседки, которые причитают об умершем священнике. И в весьма эпической, свойственной федосовой манере она рассказывает в нем о том, о достоинствах этого священника. В частности, излагает следующее, что когда среди ночи к нему прибежал соседний крестьянин, я дальше прочитаю, а потом перескажу, потому что длинно будет. Сговорил ему крестьянин таковую речь. «Кудухош клади, отец да поп духовный, у нас теперь не с годушка случилось, мало дитятка на лавочке улыбилась. Стань по избы священничек похаживать, он не грубно священник выговаривать и с простым-то мужичком-то разговаривать. Вы как это, дитёни, досмотрели, с обелых левых рук да уронили?» Говорил, да ты крестьянин, и мешай-ка-то. То есть он выговаривает им, а потом объясняет, что беда будет, потому что могут заподозрить, что они что-то убили. И поэтому, говорит священник, дальше он рассказывает всю эту историю, он говорит, пойдём-ка, давайте я к вам сейчас приду, и мы сделаем вид, что он принял святых даров, принял причастие и отошёл по болезни, а не по несчастному случаю. То есть священник прикрывает крестьян для того, чтобы неправедные судьи, которые писаря и так далее, не начали стращать, и выписывает им бумажечку. «Уже этой он бумагой оправдался. Сговорит ещё власть немилосердная. То купи нам полуштов до сладкой водочки, уж дай до золотой казны понадобью. Тут поверим мы папу отцу духовному, мы забросим все дела доуголовные. Тут поит их крестьян сладкой водочкой». И дальше все подробности взятки она излагает в причитании, которое записывает Барсов и публикует в 1872 году. И, собственно говоря, это причитание на смерть праведного попа. Об этом история. И та история, которая с Дёмушкой и с Некрасовым, там появляются новые подробности. Но это, к слову сказать, это, собственно говоря, то, что мы можем узнать из литературы о причитаниях и то, что было доступно через школьное образование. Теперь я думала о том, как построить этот рассказ, потому что тема, в которую я оказалась вовлечена как минимум уж больше 30 лет, она очень большая. И я решила, что я буду рассказывать об этом, двигаясь теми шагами, как это происходило в моей жизни. То есть в данном случае я выхожу из роли учёного и включаю роль свидетеля. Потому что в книжках ты описываешь традицию причитаний как антрополог или как филолог, но почти никогда не рассказываешь как свидетель, что ты наблюдаешь и что ты чувствуешь по этому поводу. Поэтому я решила поступить таким образом. И следующая часть моего рассказа – это биографические очерки. Для того, чтобы начать об этом говорить, я хочу показать несколько фотографий, которые хранятся в нашем электронном архиве «Российская повседневность», фотоархив Юрия Алексеевича Галёва, фотоплёнка, вот этот номер, это можно посмотреть в интернете. На этой плёнке очевидным образом зафиксированы одни похороны, похороны свёкра Юрия Алексеевича, которые происходят где-то под Горьким, под Нижним Новгородом, в 1970 году. Я хотела показать эти фотографии для того, чтобы вы увидели характер напряжения причётного плача в ситуации похорон. Мы такого напряжения не написали, но мы можем понять, что градус, который там был, был очень сильным и пугающим. А теперь, собственно говоря, к автобиографическим очеркам. В 1983 году я была студенткой второго курса ЛГУ, и в первый раз отправилась в фольклорную экспедицию в Великоустюжский район Вологодской области. До этого мы проходили, что такое причитание, что причитание бывают рекрутские, похоронные, свадебные. То есть мы знали контекст и знали, что спрашивать. Были мы около Великого Устюга. Наш учитель и руководитель Наталья Михайловна Герасимова обустроила нас в чудесной деревеньке. Там поселила, опыта у нас ещё никакого не было. А дальше мы должны были перебраться в соседнюю деревню под названием Красавина. Но мы перепутали кораблик и отправились не в соседнюю Красавину, а уехали в другой район. Ну, в общем, лет нам было от 17 до 25 человек. Вот одна ещё фотографирует. Мы отправились в другой район, пришли в Красавину, и, знаете, мы можем жить будем. Они были очень удивлены. Но поскольку мы были очень убедительны, мы знали, что мы в своём праве, нас в результате поселили, как-то накормили, и через два дня мы рапортовали нашему научному руководителю телеграммы, что у нас всё хорошо, мы в Красавине, то есть в другом районе, о чём она не знала. Но уж, коли мы там оказались, мы там начали работать. Ещё одну фотографию покажу, потому что вот этот вот объект, вот эта вот штука, это, собственно, то, на что мы писали звук. Вот это такая бандура, с которой была одна на группу. И так случилось, что в один из дней с этой бандура была я, я отправилась в соседнюю деревню, и на интервью была одна. Я разговаривала с женщиной лет, наверное, 50-55. В архиве я сейчас не нашла этой записи, но уверена, что она где-то есть. Но звука нет, потому что, в отличие от музыковедов, которые ездили и писали, и сохранили звук, филологи не писали звук, и не сохраняли его. Мы должны были его записать, потому что у нас было ещё одно количество кассет, расшифровать, и потом на эту же гассету писать всё заново. Поэтому, соответственно, звука этого нет. Но происходило следующее. Мы с женщиной с этой разговариваем про свадьбу. Она рассказывает про то, про сё, и говорит в том числе о том, что если девушка, выходящая замуж, была сиротой, то тогда она исполняла причитание невесты сироты. Она наговаривает текст, и я не знаю, о чём я прошу. Я говорю, а можно так вот как-то спеть? Она с сомнением на меня смотрит, и говорит, ты вообще уверенна? Я говорю, хочу, 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 очень хочу. И дальше она начинает петь, а я припхожу в ужасный ужас, впадаю, потому что мне стыдно, больно, неудобно. Я расстроила женщину. Я не знаю, что делать, потому что это очень громко, это очень напряжённый голос. У неё лицо залито слезами, и мы с ней вдвоём в этом доме. Но в следующем, то есть сначала я была очень испугана этим звуком. Когда это всё прекратилось, следующее, что произошло, она так подняла, подняла лицо и спрашивает, понравилось? И я уже совсем не знала, что мне делать в этой ситуации. То есть глубоко дышала. Это очень сильное впечатление. В общем, я могла его воспроизводить ещё лет 10, я могла это спеть сама, потому что это было... До сих пор я помню текст. Я не нашла запись, но я её более-менее восстановила, текст этого причитания. Ой, да стойте-ка, призатихните. Ой, да мне что-то видится, кажется. Ой, да под окошком колотится. Ой, да за скобу забирается. Ой, да по стене пробирается. Ой, да вот идёт ко мне батюшка. Ой, да и несёт-то мне батюшка. Ой, да как на правой нарученьке. Ой, да платьица подвенечная. Ой, на левой нарученьке. Ой, да платьица умирайная. О, а как бы взять-то мне девушке, да платьица подвенечная. И так далее. Но при этом это... О-о-о-о, это длинный такой распев. И важно то, что... Ваштан при этом рассказывает, что это происходило следующим образом. Невесту, то есть девушку, ставили перед дверью в доме, открывали дверь, да, и дальше она перед открытой дверью пустым пространством возглашает вот этого приходящего мёртвого отца, который должен её благословить. И так, да, первый как бы опыт живого наблюдения за причитанием, это был опыт, во-первых, того, что это очень мощное эмоциональное переживание, практически взрыв, что этот взрыв направлен на меня, что я его переживаю как скандал, вот, да, как что-то выходящее за рамки приличия. И что это техника, что это умение, навык и техника, а не просто экстатическое состояние, что это включается и выключается. То есть она меня включила, и меня же и выключила посредством определённой техники. И это было первое наблюдение, которое случилось. И сейчас я просто буду говорить некоторые выводы, которые дальше складывались не только из этого случая, но и из многих других, которые накапливались. Причитание — это не текст и не жанр. Это особая мелодическая речевая интонация, общая для всех причитаний в той или иной местности, а также особая грамматика. Что касается, например, особой мелодической речевой интонации, это для меня было чистым открытием в этом месте, то есть тогда. Потому что какой бы мы ни взяли учебник, там учебник или, я не знаю, описание, связанное с музыкальной фольклорной традицией, везде говорится о том, что были несколько причётных жанров. Похоронное причитание, свадебное причитание и рекрутское причитание. Видео так написано. Но то, что на самом-то деле это одна и та же интонация, вот в одной местности будет одна интонация, а в другой местности будет другая интонация. Это способ говорить определённым образом в разных ситуациях. И кроме того, что это интонация особая, это ещё особая грамматика и особая речь. К этой интонации речи женщины прибегают тогда, когда нужно придать форму и смысл очень сильному переживанию. И теперь я назову те ситуации, когда звучат причитания. Во-первых, это ситуации публичные, и публичные ситуации — это ситуации ритуала, когда переживается утрата близкого, это похоронное причитание, когда переживается утрата отчего дома, родительских связей и так далее, это свадебное причитание, и когда переживается ситуация долгой разлуки. Это причитание, которое звучало в ситуации проводов солдаты, в рекручину и так далее. Как я уже сказала, записи их до 80-х годов вполне возможно происходили. Другая ситуация — это приватные причитания, то есть те, которые являются, по сути дела, поэтическими ритуальными медитациями, когда человек разговаривает с умершим или с каким-то существом или объектом, который является посредником между умершим или далеко находящимся человеком. Это, например, то, что часто мы писали в Вологодской области, в Архангельской, разговор с умершим на могиле в урочные дни. И очень интересные записи, которые можно посмотреть в интернете, на сайте Культура.ру, это глашение на кукушку и глашение на закат солнца. Это то, что записывалось в Псковской и Новгородской областях и соседних. Это записывали наши коллеги из консерватории. И эти записи, и видеозаписи выложены, но у нас сейчас тут нет интернета, поэтому невозможно к этому обратиться, но можно посмотреть. Ситуация глашения на кукушку — это медитация об умерших, но в ситуации, когда кукушки начинают куковать в начале июня. Я не буду подробно на этом останавливаться, потому что это отдельная и очень интересная вещь. Я покажу одну запись, запись, которая была сделана Еленой Николаевной Разумовской от Ольги Федосеевны Сергеевой, выдающейся из фольклорной певицы вот этих местностей. Это Усвятский район Псковской области, потому что это как раз другая мелодическая форма причитания. Это причитание по мужу. И вы почувствуете, насколько они отличаются по местности. Кое-что мы уже слышали. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я сказала о том, что причитание – это особое, музыкальная и речевая интонация. С одной стороны, и вы слышите, что она, несомненно, присутствует. Например, для меня полная загадка, как вообще нотами можно записать вот такое звучание, как это через ноты можно воспроизвести, не знаю. Но еще очень важно то, что это особая речь. И я вас уверяю, когда мы слышим это в записи, мы не видим этих людей. Но когда перед тобой сидит бабушка в типическом каком-нибудь китайском халате, абсолютно всем известная, и вдруг переходит на такую речь, то это производит очень сильное впечатление. Ты понимаешь, что она владеет такой формой говорения и такой формой мира, смыслового, к которой у тебя напрямую доступа нет. Образы переживания мира, они так устроены, причитание, что эти образы как бы тебя призывают в здесь и сейчас. Не вообще всегда, как мы обычно разговариваем, а вот в переживании мира на уровне телесном. Я просто взяла несколько кусочков, чтобы вы могли почувствовать вкус этих текстов. Уже ты придешь, что милая дитятка, уж на родимую на сторонушку, и же во твоей высокой горенке будет там до углы пустешенька, а в другом до холоднешенька, а во третьем снежки белые. Уж как в четвертом печь кирпичная, печь кирпичная холодная. То есть ты придешь в тот дом, который абсолютно холодный, и по углам снег. То есть тебе попс, и сразу в чувствование отправляется. Резвые ноженьки подломились, а ясно-оченьки помутились. То есть опять-таки телесное состояние, которое тебе называется. Как послушай-ка желанная тетушка, у меня у бедной горюшеньки, резвые ноженьки подломились, и ясно-оченьки помутились. Это формула, она такая есть. Но, собственно говоря, у нас подкашиваются ноги, и мутится зрение, когда мы в таком состоянии. Это точное именование состояния, которое имеет ритуальную форму. «Уж поприбавил он да мне горюшко, уже в мою-то грудь вздыханница, ой, критиву сердцу до разрыванница, ой, горючей слезами до утиранницы». Пойди заговори таким образом. Мы понимаем все слова, но мы не пользуемся этой грамматикой, хотя мы ее знаем, такую грамматику. Та встреча была для меня очень важной, потому что стало понятно, что то, что происходит в причитании, есть нечто большее, чем переживание горя или рассказ о горе. Это какая-то сложная форма, которая предполагает сложное воздействие. Следующая для меня очень значимая встреча произошла почти через 10 лет. Это деревня Ануфриева Белозерского района Вологодской области. Несколько слов об этой встрече. Мы с Таисией Васильевной познакомились и в течение всей экспедиции с ней время от времени виделись. То сиены помогали косить, то разговаривали, то чаи пили, но она сказала, что она умеет причитать. И я к ней все время приставала по этому поводу. Она отказывалась то так, то сяк, но в какой-то момент уже в конце экспедиции она пришла и сказала, ну ладно, теперь давай, бери вот этого, который по-русски не понимает. Это был наш спутник-антрополог Алекс Батолини из Канады, который по-русски не понимает, и он ее устраивал в качестве свидетеля. Соответственно, это была камера Алекса Батолини, и поэтому у нас очень плохая запись, потому что это были еще те времена, когда он писал на камеру, которые никоим образом не перевозились. Ну, в общем, качество то еще. А также, это был очень длинный разговор, он длился часа два под комарами и ужасно неудобный. И несчастный спутник очень скучал, потому что он не понимал, что происходит, и поэтому камера тоже там странно себя ведет, но не важно, очень важно то, что она говорит. И я думаю, что это можно услышать. Вот так. Ну, как за Иванович, там заходит любовь, кто на ум не сбрехал, никто прочитает, что разрешили уйти. А из сырой до земельюшки все я слышу, весь я плач твой слышу, и все я слышу. Выходи, да живи, да подчиняйся за меня не забывай, и тебя благословляю, родная матушка, да Татьянушка, например, это те. Это вот старушки причитают? Это две старушки? Это старушки и две молодые. И молодые, которые знают, причитают. Одна причитает, как у матери, разрешение. А вторая, она поперек прочитает, вот второе, что разрешат, родная мамушка, и сырой до земли, что она так разрешает, получит твой голос. А на 40-й день приглашает, хоть мать, хоть кого, какого родственника. Иди, да поезди, пойдешь до дорог, недороженькой, темным лесом, за болотом. Это как он пойдет-то, с мугилы-то как этот. Приходи, да будем ждать, и угощать и будем. Потом, когда придут к кладбище, то, значит, посидят, и надо проужать покойненько. Наливают, берут подносик такой небольшой, кладут там, ну, сколько там, булочек, ну, угощу напеченную налажено, котлету, колбаску, ну, угощу налажено. И стопку вина наливают. И выходят. Вот нам причитают, а за тобой идет народ. Я с тобой, как будто, как этот покойник сначала-то говорит, это, я с вами до нас сиделась, до навода нагляделась, я всего, да, накушала, спасибо вам за все, да, живите, да, не ссорьтесь, ну, или кто скандалит, если в доме, о котором она приговорит. Спасибо вам за все, да, мне пора, да, во своя си, во своя си, да, в темную могилку, далека, да, моя, да, дороженька, о темному лесу, по болоту, да, прошайте, милые, да, уставайте с Богом. Это выходит, причитает. То есть таким образом, да, причитание речи, при помощи которой разговаривают с умершими, это понятно. Но мертвые и мертвые слышат причетную речь, поэтому нужно говорить посредством причитания. Но причитальщицы говорят при помощи причитания от лица мертвых. То есть и в ситуации свадьбы, которую она сначала описывает, и в ситуации похорон, о которых она потом говорит, она говорит о том, что причетницы или вопленицы, они посредством причитания говорят от лица умершего, который дает наставление, который объясняет, как жить, который сообщает, куда он отправляется и так далее. И это очень важная история, которая, в общем, не очень-то была зафиксирована, потому что, опять-таки, все меняется, да. Получается, что это нечто вроде какого-то мистериального действия, где стоят две старые, где две молодые, и весь этот разговор через причитание между живыми и мертвыми озвучивают, да, он становится видим, слышим и наблюдаем. Это все происходило медленно, да, появлялись какие-то новые свидетельства. Конечно, мои коллеги тоже писали такого рода вещи, да, но мне проще пользоваться теми встречами, да, и рассказывать о тех встречах, которые были у меня лично. Одна из таких встреч произошла в 1998 году. Мы продолжали работать в Белозерском районе Вологодской области, и в деревне, которая, рыбацкая деревня, рядом с Белозерском познакомились с Ниной Васильевной Афоничевой, замечательной исполнительницей, от которой мы писали частушки, песни, очень веселой, бойкой такой женщины, с которой мы очень много общались. В том числе, да, у нее чудесный голос, просто восхитительный, в том числе мы от нее записали и причитание, которое она вспомнила, как бы все было бы и понятно, и причитание записанное, все хорошо, но так случилось, что мы немножко походили по этой деревне Майкса, и я познакомилась с другой женщиной, которая как раз нигде не пела, никуда не выходила особенно, и ничего особенно не исполняла, но так случилось, что я просто была у нее в гостях, разговаривала, а до этого местные жители сказали, что Нина Васильевна совершенно даже и не причетница, а вот причетница, хотя у нее великолепный голос, чудесное звучание, причитать она умеет, и делала это на похоронах, а причетница, наоборот, Евстолия Константиновна Тиканова. К ней-то я и пришла, и с ней мы довольно долго разговаривали, я покажу маленький фрагмент полевой записи, не буду ее показывать всю, но выведу на экран расшифровку того причитания, которое она для меня исполнила. Ну, плачьте. Уж яко руку по пьетнему, шыко столу дакоту бовому, уж яко телу токо белому, шыко языку безответному, шыко кормильцу токо батюшку, уж ты скажи, да тепла пазушка, шы ты куда-то снарядилося, шы ты куда-то сподобилося, шы на слыху да нету праздничка, шы на слыху нету господньова, шы вороду нету именинничка, шы сама знаю сиротиночка, шы ты куда-то снарядилося, шы ты во матушку сыру землю, ой, не спеши кормилец батюшку, шы ты во матушку сыру землю, уж как со туда со сторонушку, уж и соколам да нету вылету, шы молодцам да нету выезду. Я показываю маленький фрагмент, записывала я ее часа два, и в общем это такая импровизация, она вспоминает, она переходит на другие случаи и так далее, и так может долго разговаривать. И вот эта история странная на меня произвела впечатление, и потом потребовала большого внимания. История о том, что ты можешь очень хорошо причитать, у тебя может быть хороший голос, ты можешь прекрасно владеть этой речью, но оказывается, что ты плохая причетница. И когда я стала с этим разбираться, стало понятно, что право причетного голоса, право сказать и поименовать, что происходит и что чувствуют другие люди, это очень высокое право, которое заслуживается неким авторитетом, не поэтическим, не поэтическим даром, а неким еще авторитетом, который существует у этого человека. И этот авторитет, он такого специального свойства. Это человек, который может смотреть в сторону смерти сам, и может говорить об этом другим. Размышляя об этом сейчас, я понимаю, например, что скорее на такого рода фигуру можно смотреть только снизу вверх, потому что вот в этой точке стояния и смотрения по сторону жизни и по сторону смерти и риска говорить о том, что чувствует другой человек, публичный при всех, это огромная мощь, которая есть в одних людях и нет в других людях. И именно по этой причине вопринницами оказывается не каждая. И очевидным образом заслуги Федосовой были не только в том, что ее приглашали на свадьбы, и она считала своим долгом и очень принимальным ситуацией похорон, потому что она могла смотреть в эту точку, находиться в этой точке и рассказывать о том, что все чувствуют, точно называя состояние других людей, а также обязательства, долги или будущие устрашения, которые могут случиться после того, как утрата уже случилась. Итак, умением высказать свое горе причитанием обладала каждая деревенская женщина, потому что такова была культура, и они таким образом учились. Сначала учились играть в игрушечные свадьбы и в игрушечные похороны, потом учились для того, чтобы успешно отпричитать на своей собственной свадьбе, потому что это тоже оценивалось эстетически, и, как говорили наши собеседницы, вот она вопит в доме, а мы все ходим под окно интересоваться, как там, хорошо ли она это делает, красиво ли. Но потом она причитала, когда переживала утрату близких. Но быть плачаёй чужого горя могли лишь те, кто обладал силой и правом говорить о чужом горе, как о своём. Когда я перечитывала всё, что возможно для того, чтобы... То есть я сначала думала, что я расскажу о причитаниях, которые есть в разных традициях, но потом я поняла, что этого материала будет слишком много, и нам о содержании не поговорить. Но тем не менее, в одной из работ, посвящённых карельским причитаниям, я прочитала следующее, и хочу вас с этой цитатой познакомить. Для всех карельских причитаний, похоронно-поминальных, свадебных и так называемых бытовых, выражающих различные эмоции вне обряда, характерны одинаковые словесно-музыкальные и художественные особенности. Наиболее загадочной из них является метафоризация языка, которую можно рассматривать и как последовательное иносказание. В плачах избегают называть лица и вещи своими обычными именами. В чём кроется первопричина и смысл такого языка? Спрашивают авторы и отвечают, и то, что они спрашивают, и то, что они не отвечают, это тоже общее место, которое бытует из одного источника в другой. Явление иносказание, вероятно, связано с того слов, запретом употреблять при известных обстоятельствах определённые слова. Так, например, у большинства народов мира всё связанное с мёртвыми было для живых табу. Нельзя было говорить прямо о факте смерти, называть имя умершего, его родных и так далее, чтобы не навлечь повторный случай смерти. Как мне представляется, я знаю источник этого общего мнения, это впервые было сказано, отмечено Дмитрием Константиновичем Зелениным, он сказал, что это связано с оберегом, поэтому так говорят. Но если присмотреться к этой речи, понятно, что женщины, которые перечитают, ничего такого вообще не боятся, они уже давно ничего не боятся, они уже так много пережили, и сами собеседницы, они отчитывают свою жизнь пережитыми горями, причём слово горе употребляется во множественном числе. Слово горе означает не переживание, а опыт, пережитый опыт и накопленный пережитый опыт позволяет использовать эту речь. И ясно, что дело не в том, что они боятся, как бы кто-то не помер, потому что они твёрдо знают, что это обязательно произойдёт, и этого никто не минует. Но с чем-то ещё, с тем, как выстроена эта речь, потому что, если мы вернёмся к примерам самих текстов, то мы увидим, с одной стороны, вот эти самые странные идиомы, а давайте мы послушаем лучше, просто послушаем речь Анны Марковны Антоновой, которая причитает, но она просто проговаривает, и поэтому достаточно хорошо слышно, как она говорит. — Приставай, Камила, ладушка, ко мне не поселёте ночью. Я подпишусь не забыла, пока я не... Поделка, милая ладушка, ко мне, ко сиротиночке, ко своим, по малым дедушкам, и вот свою зацеплю светлицу. У меня у сиротиночки, горница поезд украшана, она цветами все убашана, она цветами у меня украшана, она горям у меня... она следам у меня укапана, она горям у меня укатана. У меня горюши матушки, когда это время... это время, когда эти шесть недель шут. Много гор накатана, много рек дошлёт, наклакана. И образ дома, который убашен, то есть украшен слезами и укатан горями, это же её поэтическая речь, которая называет состояние. И последнее, где реки и горы, и её слёзы выставлены в одно, где пространство, есть пространство горя и переживания, и оно слеплено вместе в один образ, это та речь, которой она может пользоваться и которую она называет состояние. Тем самым, пространство и переживание, пространство здесь и сейчас, вот чисто это прям дизайн, вот здесь и сейчас соединяется с пространством и с переживанием, и переживание является не аффектом, а просто частью мира, которое работает как мир, работает с тобой, который должен это горе принять, пережить и измениться. Отдельно я пыталась понять, как они переключаются на эту речь, и ещё покажу, успею, показать ещё один фрагмент довольно случайного разговора. В 2009 году мы уже переместились и работали в Архангельской области, в Лешуконском районе, и было дело в самом селе Лешуконском. Я разговорилась с женщинами в магазине, это как бы не их дом, потому что у меня не осталось фотографии, просто это случайная была запись, разговаривалась в магазине, и зашла в соседний дом с женщиной, вот так вот мы шли и разговаривали. В доме присутствовала Нина Фёдоровна Сухачёва, её соседка, вы услышите, как она участвует в разговоре, и её дочка, и ещё сериал «Клон» там шёл, то ли что-то ещё, который был совершенно неотменяем. То есть, соответственно, в этой жёсткой ситуации сочетание «Клона» всё время встревающей соседки, которая всё знает, и дочери, которые тоже желают мне помочь, но «Клон» при этом неотвратим, соответственно, мы пытаемся говорить о причитаниях. Ну, в общем, более-менее там всё слышно. Сами так и безумно. Нет, уже когда плачешь, на которую... Сколько одно, когда вот, вот уж по Натальи, по Нарцудовской, она тётка мне, да и стара, да, значит, уж веку сжила. Всё можно, садите? Спасибо. Век прожила, но у меня вот почему-то нашлись много-много-много-много, я как плачала, раз, да второй, да третий принялась. Нина Карпова сядет, заговорит, не то, и вот выводка как-то, значит... Ну, у тебя выводка хорошая, и выводка, ну, у тебя выводка вот так и получится. Только у меня. Когда выводка получится, значит, правильно возьмёшь. Оно как-то и подбор слов получается, и, значит, это... и так заплачешь. Вот надо Татьяну Леронну исправить. Татьяну, это да, Татьяну, это да. Ну, это вот какое-то вот искусство удивительное, потому что в городе это уже делать не умеют. Ну, и там вообще можете и туда, чтобы она сходила, да? Адрес дать, да? Да. А что такое выводство? Это как урок взять? Да, да, да. Вот Татьяна, это... Да, вот может как-то. А у меня вот как получится? Я говорю по Наталье, по этой. Так я ведь, значит, всё-всё выплакала, и вот прожила ты жизнь всю долгую. А вот, не знаешь, Лида Лепушкина тоже, ишь, плакает брат, когда сидя была. Она потом, как горе-то приплакала, и она как начала плакать, что и середечка, серединочка, да разобьется, на две чересиночки, да. Понимаешь, она как начала, вот горе-то заставила, прямо так, плачешь, так у меня и говорит. Ну, Пахомов повесился, Пахомов повесился, уж что, значит, это... Ну, Надя Мельничук, что ей горе-то пояс, что... Ну, вот я хочу попросить, что подсказали-то. Ну, расскажи с нами, потому что там выводку, вот они и сами выведут. А вот, ну, я честно говоря, я не знаю, что такое выводка, и как её выводить, да, но, может быть, догадаюсь. Ну, она у нас скажет. Так вот, я и говорю, Пахомову пришла, и Надю прямо колотит она, но не может она высказать. Я как-то пришла, и Надю вот опять захватила и заплакала. Уж ты удалый, добрый молодец. Ты не надо... Ты хорошо, что за что начинаешь? Уж был добрый, добродетельный. Да, да. И уж ты был да уважительной. И вот, и всё это... И чтобы... Да, да, да. Жизнь и жизнь. И ты в силушке, в мугутушки. И уж ты с кем-то думал-то, да совершить, да, то сделай же. Да уж как нашёл, да ты верёвочку, да на себя наложил петелку. И на кого ты понадеялся. Вот, и на кого же ты да понадеялся. И ты оставил ту сердецник, где-то у тебя все года два сердецника, и как... И уж как два, да, ясных сокола. И вот это... И вот даже нас. Типа этого. И вот, и всё это, значит... Да, молодая жена, и что стало сегодня, да? И всё это, и вот, что значит... Чё? Ведь нету в доме тут больше хозяина. Сердецникам наставника. И вот это всё, вот это всё. И прямо люди сидят, и это... Вот когда, как это, значит, вот выплачешь. Ты хорошо, ты всё вот так иногда... Клон пошёл задним... И уж по плачку ты да тут, Глубушка, Ой, по своему тут дамилой ладушки. И уж как схватися да ты не во время, уж как расплатися да тут не в опору. Да, он это всё это, да? Уж припадёт тебе да тут туз как ручинушка. И как уйдут да тут уедут туз сердесние деточки. И уж как не с кем тут да к тебе думу думать. И уж как не с кем тут да словом молвите. И вот и всё ещё. И ты молода да молодёхонька. Да, и ты всё тут делал. И ты во славушке-то тут находишься на нелепой... Нелепой славушке на терпися. Да, да, да. Вот это всё вот это. И как-то вот так это... Вот сама вот это просто... Довольно большой этот отрывок показала весьма путаного разговора, но более-менее понятно, да. Но я хотела обратить внимание на то, что она ведь вспоминает ситуацию. У женщины повесился муж, а она в плохом состоянии, да. И я пришла и её обхватила. Я хочу снова вернуться к той фотографии, которую я показывала, где этот жест точно хвачен. Вот это объятие, да, когда держит ту, которая плачет. Она её обхватила и стала ей говорить о том, что произошло, да, сетуя мужу, выговаривая мужу-самоубийце о том, что он это совершил, соседка, да. А дальше она говорит о том, что когда уедут твои дети, ты останешься одна, и тебе не с кем будет разговаривать. Она и это ей говорит, что будет происходить дальше с ней, что она будет переживать. Она говорит ей и о том, что ты худой славушке, да, славушка, нелепую славушку примешь. Потому что молодая женщина, которая остаётся одна, имеет все те сложности жизни, которые имеет молодая женщина, остающаяся одна в деревне, где она практически не может справиться с миром без мужской помощи. То есть вдова и солдатка – это та, у которых будет дурная слава, прелюбодействие и так далее. И это ей тоже проговаривается. То есть женщина, которая причитает, говорит о том опыте, который случится, и с которым она должна иметь дело, хотя она ещё ничего этого не знает. Та, которая переживает это. И так, да, я хотела вернуться к этой самой цитате из статьи о карельских причитаниях. И хотела сказать, что речь связана не с табу, а с чем-то ещё, с каким-то особым навыком говорить на особом языке. И дальше, мне кажется, что это очень интересно, исследователи отмечают, на основе подобных религиозных запретов, здесь я оговорку уже сделаю, образовались так называемые женские языки, так как у многих народов женщины были охранителями погребального культа, а следовательно и творцами подпотайного языка. Причётная речь – это женский язык, который женщины, девочки не знают, но только учат, а женщины осваивают и дозревают, и набираются такого опыта и авторитета, когда это язык, к которому прибегают в ситуациях экзистенциальной значимости, в ситуациях нахождения между жизнью и смертью кого-то. И вот этот язык, он является языком ритуала, и он является тем языком, который используют женщины. Что интересно, что в самых разных традициях европейских и, собственно говоря, не только европейских, я уже называла те народности за Уралом и в Филиппин, это женская традиция. Но в некоторых ситуациях, особенных, например, экстатических или каких-то особенных, иногда к ним прибегают и мужчины. Известны грузинские мужские причитания, известны, записывались причитания от русских мужчин, например, в ситуации Второй мировой войны, точнее, в 1944 году, когда на освобождённые территории возвращались войска, и было записано причитание от мужчины, который пришёл и нашёл свой дом и семью уничтоженную. То есть в ситуациях особых к этому прибегают и мужчины, но это воспринимается как женская ритуальная речь. Ещё одна такая вещь, любопытная. Причётный голос воспринимается как дар, который получается в ситуации плача, который исполнен впервые. То есть, например, это конкретная запись, которая была сделана тоже в Белозерском районе, история о том, как украли причётный голос. Ну, она моя свадьба, так она, что тут мы пришли, мы тоже пришли, у нас так заведено, что еду носят на помин души, на столики, на кладбище раскладывают, на все урочные дни. Так вот, помню, я только прислонюсь, а обычно всегда становилась на колени, плакала и выговаривала. Вдруг ни с того ни с сего хлоп, и она вместо меня к могиле. И вот она уже у меня перешибла. Я больше никак не могла ничего. Потом встала, поудивлялась, повертела глазами. Ну, Гришенька, царствие тебе небесное, наверное, говорю, ты безгрешный был. Венцо-то попивал, никого-то не обижал, как перебила, и вот после этого хожу, и хоть бы что. То есть идея о том, что причетный голос – это какой-то дар, который может быть перехвачен, она тоже звучала. Наблюдение за причитаниями и анализ их позволяет увидеть, что в ситуации похорон причитанию пользуются и те, которые переживают утрату, и те, которые пришли помогать и утешать. Но это две разные позиции. Тот, который переживает утрату, чаще всего задает вопросы. Что со мной происходит? Я вот это все вижу, но я не понимаю, что происходит. Почему ты лежишь без движения? Обычно ты меня благословлял и гладил. Обычно ты меня обнимал, а сейчас ты меня... Я не понимаю, что это. И вот это само причитание отправляет тебя в мир, который развалился в отношении смысла. Ты все видишь, но ты не понимаешь смысла происходящего. И это ровно то состояние, которое переживает человек в ситуации утраты. Ты все видишь, но не понимаешь, что происходит. Ты не принимаешь это. И другая совершенно позиция, это позиция того, который говорит, сама знаю, сама ведаю. Я знаю, что с тобой... Здесь изживается горе. Здесь мы все вместе в одном из причитаний «Я со всех горе награбила, на себя горе положила». Вот она его собирает, это горе, она через речь его каким-то образом трансформирует, так, чтобы все вошли в это состояние плача и вышли из него, при этом поняв, что они не могут вернуться обратно в свою жизнь. То есть ситуация горя предполагает такой рубеж и такой опыт, который не предполагает забыть и двигаться дальше. То есть посыл «Мы переживем это и будем как прежде» невозможен, потому что это то переживание, которое должно тебя полностью изменить. И те, которые это делают, они этим и заняты. В этом смысле они выступают в роли посвящающего им горе, в роли тех людей, которые кое-что объясняют про то, как устроена жизнь и смерть в действительности. И в связи с этим я хочу вас познакомить с, по-моему, совершенно замечательным высказыванием отца Павла Флоренского. Он это написал довольно ранее в своей работе по поводу древнегреческих мистерий. Человек умирает только раз в жизни и потому, не имея опыта, умирает неудачно. Человек не умеет умирать, и смерть его приходит ощупью в потемках. Но смерть, как и всякая деятельность, требует навыка. Чтобы умереть вполне благополучно, надо знать, как умирать, надо обрести навык умирания, надо выучиться смерти. А для этого необходимо умирать еще при жизни под руководством людей опытных, уже умиравших. Этот-то опыт смерти и дается подвижничеством. В древности училищем смерти были мистерии. У древних переход к смерти мыслился либо как разрыв, как провал, как ниспадение, либо как восхищение. В сущности, все мистериальные обряды имели целью уничтожить смерть как разрыв. Тот, кто сумел умереть при жизни, не проваливается в преисподнюю, а переходит в иной мир. Посвященный не увидит смерти. Вот затаенное чаяние мистерий. Не то, чтобы он вечно оставался здесь, но он иначе воспримет кончину, чем непосвященный. Для непосвященного загробная жизнь это абсолютно новая страна, в которой он не умеет разобраться, в которой он рождается как младенец, не имеющий ни опыта, ни руководителей. Посвященному уже эта страна уже знакома, он уже бывал в ней, уже осматривал ее хотя бы издали и под руководством людей опытных. Он, как говорили древние, знает карту иного мира и знает наименование потусторонних вещей. И поэтому он не растеряется и не запутается там, где от неожиданности толчка и по неопытности непосвященный не найдется, как поступить и не поймет, что делать. Я хотела обратить ваше внимание на вот это самое наименование потусторонних вещей. Женщины, которые рассказывают, например, причитающие рассказывают умершему молодому племяннику, как он дальше пойдет, через леса зыбучие, что он будет чувствовать и что перед ним будет открываться. Она новопредставленному описывает иной мир, то есть фактически располагаясь в такой точке зрения, в этой пограничной точке зрения, когда мир целиком открытый и очень большой, гораздо больше, чем обычный мир, в котором люди живут. И интересно в связи с этим, и мне кажется, что это абсолютно точная вещь, что Андрей Тарковский в финале фильма «Ностальгия», фильм вышел в 1983 году, он использовал записи причитания и песни, сделанные от Ольги Фитосеевны Сергеевой, о той, с которой я вас знакомила. И мне кажется, что неимоверным образом точно соединен тот план событий, который происходит в фильме, речь идет об уходе героя и его экзистенциальной границе, и той музыки, которая использована, потому что это точно то, что называет экзистенциальную границу, и может эта речь и тот авторитет, который может об этом говорить. европейский и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok